друзья всем огромнейший привет сегодня я готовлю очень вкусный сытный салат у меня кусочек батона на 100 грамм я его разрезаю на такие ломтики у меня батон свежий сегодняшний поэтому его сложно достаточно таки нарезать можно брать вчерашний батон с ним даже еще и удобнее готовить теперь каждый ломтик разрезаю вдоль теперь нарезаю поперек предварительно я уже включила духовку поставила на 200 градусов эти ломтики батона маленькие кусочки мы будем зарумянивать в духовке кубики я нарезаю такие средние даже чуть больше среднего если вы любите мелкие кубики нарезайте мелким в итоге у меня получились вот такие вот средние кубики самый вкусный вариант приготовить эти кубики чистую сухую сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла туда же кладем 1 2 зубчик чеснока мелко нарезанного и если есть пару веточек розмарина все это прогреваем на огне как только чеснок поменял цвет стал таким чуть коричневым выбрасываем и чеснок и розмарин а вот этим маслом поливаем кубики батона предварительно выложив его на противень и отправляем в духовку до зарумянивания я сегодня делаю более быстрый вариант кубики белого батона я выложила на коврик для выпечки сверху сбрызгиваю буквально 1 столовой ложкой растительного масла это хорошенечко присаливаю и все отправляю в духовку до такого легкого золотистого цвета все хорошенечко перемешиваю кстати говоря можно таких кубиков сделать гораздо больше потому что они уходят мгновенно они получаются очень вкусные хрустящие поэтому никогда не выбрасывайте белый батон его всегда можно подсушить в духовке а заранее я отварила 2 яйца вкрутую теперь нарезаю яйцо вдоль я во все салаты стараюсь нарезать все соломкой нам так больше нравится если вы любите нарезку кубиком делайте кубиком и теперь все нарезаю поперек у меня сразу же получается такие полосочки теперь буду нарезать второе яйцо и кстати чтобы яйцо не прилипало к острию ножа смочим его холодной водой и без проблем дальше точно так же мелко нарезаем но я думаю что о таком способе вы знаете яйца нарезала перекладываю в отдельную тарелку а заранее также я отварила одно куриное филе варила в воде с добавлением лаврового листа перца черного горошком соли для того чтобы филе не было пресным а было ароматным и вкусным курицу я нарезаю поперек волокон так потом нету в салате таких длинных нитей мяса курицу я подготовила курицу я подготовила теперь все выкладываю в сервировочное кольцо во всех салатах мясной слой у меня самый нижний первый и каждый слой я теперь буду слегка утрамбовывать уплотнять ложкой так салат потом не будет рыхлым и не будет разлетаться вторым слоем идут подготовленные нарезанные яйца этот слой можно слегка присолить я сейчас буду поливать майонезом сверху присыпаем черным молотым перцем буквально одна щепотка но вы добавляйте и соль и все приправы по вкусу на весь салат у меня уйдет майонеза 3-4 столовые ложки я не очень люблю такие сильно майонезные текущие салаты но майонез тоже добавляйте по вкусу морковь и лук у меня и того и другого по 80 грамм лук я сначала нарезаю вдоль теперь измельчая его поперек мне нужно чтобы получились такие небольшие кубики примерно вот такие при пассеровке он еще распадется и на крупной терке я натираю одну морковь заранее уже поставила прогреваться сковороду на газ чтобы потом пассировать овощи тем временем уже готовы гренки они зарумянились я их полила растительным маслом можно было сюда же выдавить еще чеснок все это перемазать и одновременно запечь но чеснок у нас будет в салате в гренках не будет в хорошо разогретую сковороду я налила две столовые ложки растительного масла и сюда же выкладываю овощи морковь и лук и все одновременно буду пассеровать огонь я сделала средний поэтому мне придется чуть чаще поменьше того чтобы все не подгорело масло я сюда больше не добавляю потому что при пассеровке в начале овощи очень сильно в себя впитывают растительное масло а потом начинает его отдавать обратно и все это будет плавать в масле придется потом овощи либо на сито отбрасывать чтобы лишний жир этот масло все стекло либо на какую-то салфетку бумажную в общем не усложняем себе процесс готовки и делаем себе сразу все проще овощи за пассеровались я их сняла на тарелку для того чтобы они полежали немножко остыли сюда же добавляю один средний зубчик чеснока выдавливаю ну чеснок можно было смешать с майонезом и поливать прям салаты я добавила в овощи следующим слоем после яиц и майонеза идет лук морковью запасированная и обязательно каждый слой я уплотняю ложкой такой салат можно сделать просто в одном блюде все смешать не выкладывать никакими слоями соединили все продукты перемешали заправили майонезом и все готово сухариками посыпали сверху можно взять стеклянное блюдо даже глубокая выложить все слоями овощи эти сладкие их можно сразу же присолить следующий слой у меня идет сладкая консервированная кукуруза обычно я выбираю проверенных производителей чтобы она была действительно сладкая не жесткая потому что кукуруза бывает разная кукурузы у меня 150 грамм и присаливаю потому что предыдущий слой я не солила овощной для этого салата я использую майонез нежирный это соус майонезный 20 процентный можно брать абсолютно любой майонез который вам нравится у меня твердый сыр я его натираю на сырной терке по весу 60 грамм можно брать любой твердый сыр который вам нравится в итоге получается все вот такой вот стружечкой теперь выкладываю сыр и сверху я это все теперь засыпаю сухариками хрустящими мы не даем этому салату настояться но он очень вкусный если постоит например полчаса в холодильнике настоится а потом его подавать к столу в том случае если даем ему настояться сухариками присыпаем перед подачей на стол салат получается быстрый вкусный сытный здесь все продукты нами любимые они сочетаются если для вас тяжело курица и сыр значит сыр можно не добавлять мне в этом салате не хватает цвета я беру один стебель лука он зеленый красивый и сочный нарезаю его мелкими кружочками вместо лука либо вместе с луком можно сюда еще добавить маленькие помидорки черри нарезать либо половинками либо четвертинками ну и все цвета будут на месте я этому салату абсолютно не буду давать настаиваться сейчас присыплю сверху луком и подаю сразу же к столу салат получается очень ароматный вкусный я вам рекомендую его приготовить я надеюсь что рецептик вы себе заберете в закладке такой салатик можно приготовить на любой праздник по поводу и без он очень вкусный если из моего видео вы узнали что-то новенькое для себя поставьте пожалуйста этому видео лайк мне будет очень приятно подписывайтесь на наши группы во вконтакте в одноклассниках мы есть в яндекс дзене в ютубе нажимайте на колокольчик так вы первыми будете знать о том что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите я готовлю из доступных продуктов простых чтобы каждый смог приготовить это у себя дома до встречи всем в комментариях новых видео всем удачи пока пока